сегодня я вам покажу ваши ответы на мои вопросы с помощью яндекс форума задавал такие очень острые вопросы мы посмотрим количество ответов я вам покажу какие ответы были варианты этих ответов и посмотрим что у нас лидирует итак поехали в перейдем в список яндекс форум давайте начнем с топчик у меня был вопрос связанные с поправками давайте посмотрим ответа значит форма вопроса сам вопрос заключался как думаешь с новыми поправками станет жить лучше вот вы можете на экране увидеть ответы то что станет лучше проголосовала 907 человек то есть восемь с половиной процентов станет хуже проголосовала 7297 человек 67 процентов и ничего не поменяется проголосовала 24 2624 человека 24 и 2 процента то есть вот этот ответ станет лучше он никак не может набрать даже 10 процентов соответственно я не считаю что данные в целом которые нам просто заливают в уши являются что там есть какая-то правдивая информация то что мы помним да сколько процентов по права сколько процентов по данным целом проголосовала за да там 78 процентов почти то есть я не верю той информации я верю вот этим вашим ответам поехали дальше открываем следующую форму следующая форма тоже интересный интересный вопрос ваши доходы с каждым годом растут или падают у нас эта форма набрала 857 ответов доходы с каждым годом растут 27 человек ответила доходы с каждым годом падают ответила 738 человек, доходы остаются на прежнем уровне, ну, уровне ответило 92 человека. Из запрошенных 857 ответов, даже 10% людей не ответили, доходы с каждым годом растут. Ну, что, о чем это говорит? Это говорит о том, что доходы с каждым годом падают уже на протяжении 5-6 лет, и это является правдой, ни для кого не секрет, даже открытые источники. И такие, кстати, как в ЦИОМ, тоже, по-моему, были у них там опросники, где они показывали варианты ответов, да, и я не могу сказать, что все у нас хорошо в плане доходов. Но Владимир Владимирович считает, что у нас 70% страны является средним классом, ну, по его мнению, средний класс – это те люди, у которых доход с каждым годом падает, что ли, не могу понять. Ладно, поехали дальше. Еще один опрос я проводил, и что мы можем увидеть? Опрос назывался «Вы все 206 поправок изучили перед тем, как проголосовать?» Соответственно, ответов я набрал 284. Да, 47 человек. Нет, 158, и я не знал, что их так много, 79. То есть, ответ «нет», и я не знал, что их так много, можно объединить. И здесь, уже половина, львиная доля, они просто не знали, что столько поправок. Но, конечно, они не знали, потому что там на этих брошюрках их всего там, сколько нам, 5 или 6 поправок основных, да, там, «Любовь к родине», «К суверенитету», «К природе» и так далее. Да, те поправки, которые позволяют теперь сенаторам править пожизненно, и, собственно, президенту, экс-президенту, ну, эти поправки глубоко в недрах поправок где-то были спрятаны, да, можно так сказать. Поехали дальше. Значит, про здравоохранение у меня был опросник. Этот опросник, в этом опросе пригласовало 158 человек. Система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире. Ну, тут, я думаю, можно не комментировать, да. Да, ответили трое, и 155 человек ответили нет. То есть почти, представьте, 98%, почти 100% ответили, что система здравоохранения у нас не эталонная, но, как утверждает госпожа, простите, забыл фамилию, которая сказала о том, что у нас здравоохранение является эталонным, и на этом все, да, трава не расти. Поехали дальше. Пятый, значит, свежий опрос. В нем проголосовало не так много человек, но все-таки есть данные, и их можно, я могу познакомить вас с этими данными. Смотрите, значит, вопрос. Ты считаешь, что кроме Путина больше никто не сможет руководить Россией, и ему нужно править вечно? Ответов. Только Путин сможет руководить Россией 4 из 32. Путину можно править вечно 0 ответов. И есть другие кандидаты, которые, ну, у меня там вопрос, которые смогут лучше править Россией. И, соответственно, 28 ответов, 87% с этого опроса проголосовали, что есть другие кандидаты, которые смогут лучше править страной, чем Путин. Путин, который за 20 лет ни к чему хорошему, лично, я считаю, не привел в страну, потому что те пенсии, которые имеют наши старики, те выплаты по безработице, которые получают люди, это даже стыдно, понимаете, это просто стыдно, когда Шапошников за 2019 год, Шапошников и Декларации указал свой доход почти 2 миллиарда рублей. Пособие по безработице только в марте его, по-моему, с марта его повысили до 4,5, март-апрель, могу ошибаться, но тоже не до конца, до сентября или до октября, потом снова пособие по безработице составит полторы тысячи рублей. Откуда складываются эти полторы тысячи рублей, я не понимаю. Почему пособие по безработице не может составлять величину мрот, да, то есть я тоже не понимаю. То есть эти полторы тысячи рублей, что с ними сделать? Накупить гречки и объесться гречки и помереть, что ли? Ну, непонятно. Откуда эти цифры, тоже непонятно. Господа, спасибо, что посмотрели мое видео, я вас познакомил с опросниками, я опросников делаю все больше, в основном, не в основном, а там ответы только тех моих подписчиков на индекс Дзен, людей, которые читают статьи, которые как-то каким-то образом Дзен индексируют, эти люди, даже не являясь подписчиками, могут зайти в статью, почитать и проголосовать вопрос. То есть это абсолютно честный опросник, без накрутки, без ботов и так далее. Поэтому, если вам интересно следить за последними новостями, что происходит у нас в России, я пытаюсь публикую статьи новые каждый день, всю самую свежую информацию, поэтому подписывайтесь на мой паблик Чернокнижный. И, собственно, всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...